Белое платье, пышные букеты, крики, горько, танец новобрачных, радостные объятия, клятвы вечной любви. Знакомая картина. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни был участником подобного торжества. В роли жениха или невесты, гостей или тамады. Так исторически сложилось, что наши люди любят пировать, то есть нам нужен праздник. И вот как раз свадьба, она дает это ощущение праздника, и, собственно, это, наверное, традиция. На каждой свадьбе жениху и невесте желают любви и долгих лет совместной жизни. Но как совместить эти пожелания с реальностью? В 2016 году в России было зарегистрировано рекордное число разводов. Из 100 семей 57 по тем или иным причинам расстались. Причем статистика учитывает только те случаи, когда брак был зарегистрирован официально. А ведь множество пар живут в так называемом гражданском браке. Их расставания никак и никем не учтены. В разных регионах разводятся по-разному. Может быть, в каких-то традиционных мусульманских семьях разводов гораздо меньше. Вот. Это раз. Второе. Те, кто остаются в браке, многие остаются не по любви, скажем так, а больше по какой-то материальной, ну там, финансовой выгоде. Из-за детей, долг, обязательства. А вот по моим исследованиям, а я имею право все-таки заявлять, потому что ко мне приходят десятки, даже сотни тысяч людей, по моим исследованиям получается, что только 4-5% семей счастливы в браке. Если провести аналогию с бизнесом, та же бесстрастная статистика говорит, из 100% людей, которые начинают свое дело, только 4-5% остаются на плаву и успешно развиваются в финансовом смысле. Остальные терпят крах. Похожая ситуация, не так ли? А вот еще одно совпадение. Если опросить 100 человек, только пятеро или четверо скажут, что они абсолютно здоровы. Остальные непременно назовут какие-то недуги, которыми страдают. О чем же говорят эти цифры? То есть 4-5% это какие-то условно избранные люди, которые избрали себя, естественно, сами, работают над собой, делают что-то для здоровья, делают что-то для брака, то есть для семьи, для своей второй половинки, делают что-то успешное для бизнеса, и поэтому они остаются на плаву. Если взять, попробовать найти успешного, чтобы он был и в семье успешный, и в бизнесе, да еще и здоров, как говорится, и счастлив по всем другим пунктам, вот, таких надо поискать. Первый вывод, который напрашивается сам собой, большинство из нас находится в плену стереотипов. Именно поэтому мы чувствуем себя несчастными. Например, большинство людей вступает в брак, потому что так надо. При этом совершенно не задумываясь, почему так надо и кому. Если мы вспомним, кого мы любим в театре, в музыке, в поэзии, это все одинокие чеховые, которые... Они просто писали, я не могу сосредоточиться на одной женщине. С одной, мы хотим быть женатыми, рожать детей, воспитывать их. С другой стороны, мы ходим на чехова, как на самого популярного нашего писателя. А он пишет о том, что жить невозможно вдвоем. Что же такое брак? Почему люди женятся и выходят замуж, даже если в глубине души понимают, что, возможно, делают ошибку? Ну, первое, это дань традиции, на самом деле. Это некий статус. Женатый человек воспринимается в обществе, конечно же, по-другому, нежели чем неженатый. Ну, и еще одна распространенная причина – это внезапная беременность, залет, так называемый, до свадьбы, когда есть необходимость уже закрепить отношения. Существуют религиозные определенные нормы, когда требуется, на самом деле, чтобы обладать женщиной, требуется вступить с ней в брак. Общество, как правило, осуждает тех, кто выбирает свой путь в жизни, не прислушиваясь к навязчивым советам родственников и друзей. Но, может быть, именно эти люди в конечном счете оказываются правы. Мир делится на две половины – мужскую и женскую. Невидимые границы проложены во всех сферах жизни, но в последнее время они становятся все более размытыми. Два начала – мужское и женское – перестают быть полярными, постепенно сближаясь и даже подменяя друг друга. Почему так происходит? Кто заинтересован в том, чтобы стереть различия между полами? И к чему может привести современный кризис семьи? Я, Анна Чапман, открою эти тайны. Сегодня в программе. Супружеский долг. Почему распадается больше половины браков? Даже такое понятие, как секс, в законодательстве отсутствует. А кольцевали? Чего так бояться за взятые холостяки? Женщина может очень быстро опустить у мужчины его настроение, опустить его тонус. Не на жизнь, а на смерть. Неужели битва полов вступила в решающую стадию? Это не война полов, это в принципе браконьерство. Я просто не хочу быть этим тюленем, морским котиком на этой дурацкой войне. Бизнес на любви. Кто зарабатывает на стремление человека к счастью? Взять деревенскую свадьбу. Да там все само собой организовывалось. Было просто наварили самогон, там гармошку пригласили и все. Взять деревенскую свадьбу. С давних времен в общественном сознании существует негласное правило. Каждый человек, неважно мужчина или женщина, должен найти себе пару и оформить отношения с законным браком. Женщина одинокая воспринимается социумом почему-то как ущербная. И я полагаю, что страстное желание вступить в брак, быть при муже, у женщины обусловлено больше не собственными даже потребностями, а неким давлением социума. Женщина готова на себя брать гораздо больше ответственности, необходимости отчитываться о каких-то шагах и прочие дополнительные моменты в обмен лишь на штамп в паспорте. Эта навязчивая мысль витает в головах прекрасной половины человечества и заставляет женщин искать все новые и новые способы, как довести своего спутника жизни до ЗАГСа. Если пытаться заманить мужчину, то ничего не получится. Или это будет временно, или это будет ненадолго, или сама потом будешь страдать от этого. В голове надо перещелкнуть. Вы не заманиваете мужчину в брак. Вы выбираете лучшего, а потом отдаете ему свою руку и сердце. То есть требуется некая перезагрузка. Брак – это выгодный союз и для мужчины, и для женщины. Брак – это выгодная сделка, если хотите. Мужчины в браке живут дольше. Мужчины, напротив, почему-то не спешат связывать себя брачными узами. Мужчины достаточно часто воспринимают брак как ограничение, причем жесткое ограничение их свободы. Обычно, когда мужчине задаешь вопрос, а зачем тебе эта свобода, он не может достаточно четко объяснить, зачем. Но факт остается фактом. Внутреннее ощущение, что я свободен, я вольная птица, дает мужчине ощущение какой-то молодости, яркости жизни, востребованности и прочие моменты. Женщины уже давно решили для себя. Мужчины не хотят жениться, потому что боятся изменить привычный образ жизни. И вообще, ими надо управлять. Ради их же блага. Когда мужчина женится, обычно друзья смотрят с неким сочувствием и говорят, ну что ж, тебя кольцевали. То есть традиционно так сложилось, что если мужчина женится, значит, женщина принудила его к этому. Но почему же именно женщины так заинтересованы в браке? Может быть, ими движет чувство сохранения рода, или они находятся в плену каких-то иллюзий? Брак в том виде, как он существует сейчас, был навязан человечеству, чтобы в верхушке было легче внедрять свои правила, собирать налоги, в конечном счете управлять людьми. Может быть, я скажу крамольную вещь, но сработал эффект райского яблока. Женщина первая откусила от яблока и погубила мир. И чтобы внедрить какую-то мысль в жизнь, воплотить ее, надо всего лишь дать эту мысль женщине. И все, дело сделано. Дальше мир покатится туда, куда его толкают женщины. Эти слова подтверждает и последняя перепись населения. Но вопрос, вы замужем или женаты, да, ответило в два раза больше женщин, чем мужчин. Замужними посчитали себя дамы, живущие с мужчиной в гражданском браке. А вот мужчины, имеющие такие отношения, женатыми себя как раз не считают. Гражданский брак – это кидалово. Это кидалово по отношению к женщине. Я тебя люблю, милая. Зачем нам что-то еще? У нас все уже хорошо. Такое говорит мужчина, когда женщина ему уже дала все. Себя полностью, свое время. Ему не хочется ее покорять. Как считают эксперты, гражданский брак, который стал так популярен в последнее время во многих странах, в том числе и в России, это своеобразный мужской реванш или попытка хотя бы таким образом отрезвляюще повлиять на женское сознание. Гражданский брак, конечно, дает мужчине больше преимуществ. Почему? Потому что, ну, бразды правления в этот момент в его руках. То есть женщина не может ссылаться на те нормы, законодательства, которые ее защищают, скажем так, или наделяют мужчиной обязанностями при разводе. Чувствуя подвох и желая довести начатое дело до логического финала, штампа в паспорте, женщины посещают тренинги, слушают лекции, читают популярную литературу. Как ни странно, лучшими учителями выступают сами мужчины, давая поистине бесценные советы. А теперь о технике флирта. Сделать так, чтобы мужчина на вас обратил внимание, а потом слегка дистанцироваться, ну, так сказать, убежать, если можно сказать. У мужчины срабатывает хватательный рефлекс, он начинает догонять. Ну, мы охотники, вы слышали. Вот. После этого вам надо убегать, но не так быстро, чтобы, ну, естественно, чтобы мы успели вас догнать. То есть не выходить на связь, иногда не брать трубку телефона, не всегда быть по первому зову, готовый прийти там к нему на свидание. Вот. Никогда не приезжать к нему на его территорию. То есть вы им держите некую дистанцию. Если он хочет получить нечто большее, ему надо больше для вас сделать. И в итоге, чтобы вы остались у него дома на ночь, ему придется жениться. Психолог Павел Раков о природе семейного счастья знает не понаслышке. Женат уже больше 20 лет и вполне успешно. Вообще моей жене можно ставить памятник при жизни. Почему? Потому что, вот представьте, я выхожу, например, выступать в Крокус-сити-холле, там сидит тысяча женщин, и все радуются. Как бы чувствовали вы себя в такой ситуации? Вот она и радуется. Вот умение радоваться искренне за достижения мужчин, чем бы он ни занимался, будь то гинеколог, или водитель, или кинооператор. Искренне радоваться за успехи – это талант. И все же есть категория мужчин, которые, несмотря ни на какие уловки, не поддаются воздействию женских чар. Это убежденные холостяки. Ситуация с заядлыми холостяками, она не настолько прозрачная, как нам кажется. После 50-ти это уже аномалия, на мой взгляд. И вряд ли кто-то из женщин способен сделать их счастливыми в этом возрасте. Конечно, происходят такие ситуации, но достаточно редко. А заядлый холостяк в 20-30 лет – это вполне нормальное явление. Вовсе не значит, что у этих людей никогда не было любовных связей. Половина из тех, кто не собирается жениться, имели опыт не очень удачных отношений. Я же был однажды женат. Но это была женщина, которая в избу вошла, коня остановила и сказала, пойдем. И она просто не вышла в 8 лет из квартиры. Постоянно мы же мучили друг друга своей любовью и ревностью. И я понял, что, наверное, нужно просто жениться по-настоящему, тогда все пройдет. Мы женились на один день буквально, потому что потом пошли разводиться, потому что ничего не помогло, все ухудшилось. Вот такая грустная история, как у Шекспира. Конечно, Павел Кашин далеко не единственный завидный холостяк. Список успешных и богатых, но при этом неженатых мужчин мира постоянно пополняется и не дает потенциальным невестам спать по ночам. Вот топ-тройка самых-самых-самых. Звездный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо. Несколько раз вступал в отношения с разными красотками, но так ни разу и не женился. Признается, что пока не встретил женщину своей мечты. Изобретатель и бизнесмен Илон Маск. Отец пятерых детей был женат дважды. Говорит, что все еще верит в возможность познакомиться с женщиной, которой нужны будут не его деньги, а он сам. Кстати, состояние Маска оценивается в почти 15 миллиардов долларов. Один из самых влиятельных богачей мира Сергей Брин был женат на выпускнице Ельского университета бизнес-леди Энн Баджицкий. Имеет сына и дочь. В новый брак вступать не намерен. Совсем недавно этот список возглавлял считавшийся закоренелым холостяком актер Джордж Клуни. Однако даже он все-таки сдался на милость победительницы, женился и, говорят, ведет себя как весьма примерный муж. Почему многие холостяки принципиально не хотят заводить семью? Может быть, все дело в том, что соискательницы слишком навязчиво стремятся привлечь к себе внимание? Объявили лосины штанами, надули губы, брови. Это что, для слепых, что ли? Сейчас пацаны слепые. Нет, я просто, когда смотрю, у меня только портится аппетит. Я просто не хочу быть этим тюленем, морским котиком на этой дурацкой войне. Война полов. Бессмысленная и беспощадная. Она длится уже несколько тысячелетий. В ней нет и не может быть победителей. Не надо жаловаться, что вас не устраивает это, не устраивает то. Задумайтесь, сколько раз в жизни вы делали что-то не потому, что этого хотели, а потому что тупо следовали принципу «так надо». Люди, живущие по принципу «так надо», становятся легкой добычей манипуляторов. Вместо убеждений, модной идеи, среда обитания, социальной сети. Какую опасность таит в себе такой тип личности? И почему приверженцы феминизма пытаются разрушить сами основы человеческой цивилизации? Смотрите далее. Несите ваши денежки. Как нам навязывают дорогие свадьбы по западным стандартам? Свадебный такой бизнес – это возможность как можно изощреннее потратить те деньги, которые у вас есть. Открыт сезон охоты. Почему мужчины становятся трофеями? Как показывает практика, женщины начинают более сексуально одеваться. Гендерная революция. Кто и зачем стирает грани между полами? Мальчиков одевают в платье, девочки рвутся во власть. Основа гармонии мира – два противоположных начала. Мужское и женское. Сила и слабость. Стойкость и хрупкость. Эти ряды можно продолжать очень долго. Сама природа разделилась на две половины. Неужели такой порядок был вечным? Разделение всего живого на два пола существовало не всегда. Первые простейшие организмы, такие как инфузории и амебы, размножались бесполовым путем – делением. Каким же образом природа создала два разных организма – мужской и женский? Английские исследователи считают, что это могло быть результатом бактериальной инфекции. Почему природа решила ограничить нас всего двумя полами? Наука ищет ключ к этой величайшей тайной эволюции. Тайной эволюции в митохондриях. Они наследуются по материнской линии и отвечают за то, чтобы мы необратимо не мутировали. Если бы у человека было сто сексуальных полов, то вероятность встретить рядом с собой партнера была бы равна 99%. Ну и качество потомства тогда бы очень сильно страдало. Вероятно, для мироздания важно сохранить человека в том неизменном виде. Поэтому мы ограничены двумя полами. Однако не все так просто. Недавно ученые выяснили, что между стопроцентным мужчиной и стопроцентной женщиной существует много переходных психотипов. На Западе рекордными тиражами был издан роман американского писателя греческого происхождения Джеффри Евгенидиса «Средний пол», главный герой которого – мужчина с женским обликом. Воли и взаимоотношения между полами сильно изменились. Если раньше женщины ждали инициативы от мужчин, то сейчас они действуют сами, причем действуют зачастую достаточно агрессивно. Причем происходит это не только у нас, но и на Западе, когда мужчины и женщины меняются ролями. И кто охотник, а кто кролик, здесь непонятно. Все это происходит именно потому, что сейчас произошло смещение ролей между мужчиной и женщиной. Можно наблюдать то, что происходит на Западе. То, что это стирается, уничтожается, конечно, ни к чему хорошему не ведет. Причина в том, что происходит изменение людей в поведении. Изменяются в том числе и наследственные факторы, гормональные. То есть психотипы людей разные. Но если представители среднего пола станут большинством, чем это грозит всему человечеству? Все эти разновидности психотипов на самом деле искусственно выведены. Когда государство со всех сторон посылает импульсы, суть которых, неважно, какого ты пола, мальчиков одевают в платье, девочки рвутся во власть, а со всех ресурсов льется гей-пропаганда, можно определенно сказать, что человечество вступило в последнюю фазу своего существования. Кому выгодно стирание грани между мужчинами и женщинами? В первую очередь, транснациональным корпорациям, которые заинтересованы в том, чтобы обезличить своих сотрудников. Офисные работники, неважно, мужчина, женщина, важен, чтобы они делали свою работу. И на него смотрят, как на персонал, просто персонал. Сам человек страдает от того, что он обезличенный, что он унисекс какой-то и одет, соответственно, и должен вести себя так, как нейтрально. Но кому-то, государству или там хозяину-то выгодно. Стиль унисекса во многом привел к кризису в семейных отношениях. Особенно он обострился в последнее время, когда мужчины и женщины будто поменялись ролями. У нас, как в песне, на 8 ребят 10 девчонок, по-моему, как-то так. То есть процентное соотношение примерно выверено. И, как показывает практика, женщины начинают более сексуально одеваться. Потому что как только количество женщин становится больше, они начинают борьбу за мужчин. Но есть обратные примеры. Например, Китай, где, как мы знаем, мужчин больше, чем женщин. И, соответственно, за то, чтобы добиться внимания женщин, мужчины должны биться. И уже мужчины подтягиваются, как бы начинают за собой следить. Древние мудрецы предсказывали, однажды человечество окажется на грани гибели, но придет спасение с Востока. Откуда ждать благое вести? Из Поднебесной? А может быть, из России? В России очень сильны родовые корни. Как бы нас ни старались унизить и уничтожить, мы всегда встаем. Ванька-встанька – это наша национальная кукла. А Китай, я считаю, сейчас переживает последствия своей безумной реформы. Во что выльется превалирование мужского пола над женским лет через 10, трудно сказать. Но большое количество мужчин, как известно, приводит к войнам. Действительно, в России при всех стараниях Запада не удается расшатать наши нравственные устой. Традиционные ценности по-прежнему воспринимаются большинством людей как нечто незыблемое. Если удалось найти такую девушку, такую женщину, которую любишь, которой веришь, с которой готов пройти всю эту жизнь. Если есть человек, которого любишь, с которым готов мириться, с его недостатками, и готов терпеть, и он готов терпеть свои недостатки, то, конечно же, нужно заключать брак. Судя по результатам социологических опросов, более трех четвертей россиян отрицательно воспринимают однополые отношения, супружеские измены, многомужество и многоженство. При всех стараниях голубого лобби в нашей стране большинство все же за нормальные человеческие отношения с продолжением рода. Мужчины, именно мужчины заставляют общество задуматься об осознанности выбора. Ведь будущее за осознанным выбором, не за стадным, так надо. Сегодня считается нормой, что каждая пара, прежде чем решиться на свадьбу, какое-то время живет в так называемом гражданском браке, чтобы лучше узнать друг друга и проверить свои чувства. Оставим в стороне вопрос, правильно это или нет. Зададимся другим. Как много времени на это потребуется и насколько это оправдано. Вместе со штампом в паспорте из жизни мужчины исчезает вариативность относительно женщин. То есть он вынужден, хочет он того или не хочет, перестать смотреть на других женщин и сменить полностью парадигму своего поведения. То есть он должен начинать думать, как взрослый человек. Он начинает думать о том, что ему необходимо заводить детей, кормить семью, брать более большую квартиру в ипотеку, брать более серьезную машину и так далее, и так далее. Вот все, что было до этого, это вечеринки замечательные, это куча подруг, друзей и так далее, из жизни мужчины исчезает. 14 марта 2017 года в Бурятии был зарегистрирован официальный брак Екатерины и Сергея. Чтобы решиться пойти в ЗАГС и зарегистрировать свои отношения, паре понадобилось 44 года. Более 40 лет прожили вместе и британские новобрачные 85-летний Колин Данн и 82-летняя Салли Смит. Что побуждает пожилых людей идти к венцу, даже зная, что большая часть жизни уже прожита. Самый большой риск в случае с гражданским браком, когда умирает один из так называемых супругов. Гражданская супруга или супруг, он не является наследником по закону, и он не наследует. И в наследство вступают родственники умершего супруга гражданского, которые, как правило, негативно относятся к гражданской супруге или супругу, и они с удовольствием забирают все, что там может быть. Так что же лежит в основе запоздалых браков? Сильные чувства, проверенные временем, или материальный расчет? Стоит ли брать пример с тех пар, для кого фраза «пока смерть не разлучит вас» звучит как грозное предостережение? По крайней мере, в одном можно быть совершенно уверенным. Такое решение тщательно обдумано. Они поступили осознанно, вот что важно. Большинство людей вообще живут по инерции, не понимая для чего. Почему именно эта профессия? Зачем надо делать ремонт в квартире каждые три месяца? Только 5% задумайтесь, как это мало. 5% осознанно делают выбор, осознанно живут. То же самое относится и к браку. Если вы вступаете в брак, то кому это нужно? Судя по результатам археологических исследований, у первобытных людей семьи, как таковой, не было. Все они жили группами в несколько десятков человек. Мужчин было меньше, женщин и детей больше. Именно такая форма существования позволяла не только выживать, но и осваивать новые территории. Брак появился с возникновением государства и стал мощным рычагом воздействия на повседневную жизнь практически каждого человека. Сынтут брака появился около 4 тысяч лет назад. И считалось, что молодые не вправе выбирать себе партнеров самостоятельно. Обычно это решение принималось как раз старшими в семье для того, чтобы либо объединить капиталы, либо усилить свое политическое влияние. Если говорить о достаточно бедных семьях, это приобрести поддержку в лице соседей и дополнительные рабочие руки. Здравый расчет и осознанная необходимость. Вот что заставляло людей вступать в супружеские отношения. Именно так создавались семейные кланы и династии. В этой системе не было места чувствам. Одни только порядок и традиции. Первое свидетельство о браке обнаружили среди арамейских папирусов в еврейском селении в Элефантине в Египте. То есть можно говорить, что древние евреи создали первое свидетельство о браке. Также примечательно, что они же придумали первое свидетельство о расторжении брака. Ну а в том виде, как там привычные свидетельства о браке, они появились уже у древних римлян. На протяжении веков считалось, что главное в браке – долг. Все изменилось, когда наступила эпоха просвещения, провозгласившая любовь главным условием союза мужчины и женщины. Все абсолютно проекты, которые мы совершаем в жизни, которые основаны на страсти, на каких-то пиковых эмоциях, они, во-первых, бывают не особо продолжительными. Изначально у них нет мощного фундамента. То, что мы подразумеваем под любовью, когда люди увидели друг друга, и у них вспыхнуло что-то, это не совсем про любовь. Это некая эмоция сиюминутная, которая не может продолжаться длительное время. И, как правило, когда у людей эта пелена спадает с глаз, и они видят друг друга абсолютно в реальном виде, обычно наступает сильное разочарование. Но для закона любовь – это понятие эфемерное. Его нельзя прописать в статьях и параграфах Семейного кодекса. Такого понятия ни в одном из кодексов вы не найдете. В этих кодексах написано о правах и обязанностях, и в основном, конечно же, о правах женщины и обязанностях мужчины. Что такое брак с точки зрения гражданского или семейного законодательства? Это сделка. Гражданская правовая сделка между мужчиной и женщиной. Но что мы видим, когда сочетаем эти кодексы? Что мужчина фактически бесправен, потому что закон в любом случае находится на стороне женщины. У адвоката Григория Сарбаева есть свое объяснение, почему мужчины не торопятся вступать в брак. Нигде в законодательстве не описано, что женщина должна вести себя адекватно. Нигде в законодательстве не описано, что женщина должна сохранять верность. И даже такое понятие, как секс, в законодательстве отсутствует. Мы знаем прецеденты, когда жены подавали на мужей заявление о ввинениях в изнасиловании. И эти дела были расследованы, и мужья поднесли наказание. Потому что, еще раз повторюсь, законодательно это нигде не закреплено. И именно вот этот диссонанс прав и обязанностей заставляет мужчин бояться вступления в брак. Получается, современное общество, взяв на вооружение идею равенства полов, разрушило саму основу прочных семейных отношений. Современное общество до крайности размыло понятие главенства мужчины в браке. И именно это является основным камнем претенкновения при нежелании мужчин именно заключать брак. Если была какая-то гарантия того, что уже надо убоиться, что называется, мужа своего, наверное, в брак выступали более охотно. Так кто же должен следить за крепостью семьи? Может быть, нам стоит вспомнить опыт недавнего прошлого? Даже, ну, не к ночи будет помянут, и КПСС, да, вот был портком, грубо говоря. Мы его боялись, то есть это не был судебный орган, не был правоохранительный орган, это был некий моральный орган, который мог воздействовать. До этого это была церковь царской России. С подобной точки зрения согласны социологи и демографы. Эксперты предупреждают, если в ближайшее время не будут выработаны четкие критерии, которым должен соответствовать институт брака, уже к 2050 году семья в ее традиционном понимании перестанет существовать. Тенденция есть, вероятность очень высока, потому что процент разводов невероятно высок. И если не найдется новых целей и новой мотивации для партнеров, для того, чтобы вступать в брак и сохранять эти отношения, то очень вероятно, что в ближайшее время институт брака просто уйдет в небытие. Нужен ли современному обществу прочный союз мужчины и женщины? На каких принципах он должен быть основан? Какие формы – юридические, экономические, бытовые – примет современный брак? Кто более заинтересован в том, чтобы получить ответы на эти вопросы в самое ближайшее время – государство или сами граждане? Смотрите далее. Без посредников не обойтись. Почему новобрачные все чаще пользуются услугами свахи? Потому что сейчас люди встречаются по интернету, а оказывается, там крокодил какой-то, да, в юбке. Секрет холостяка – что помогает мужчинам и женщинам быстрее наладить контакты? Ребята, не учите языки. Не пытайтесь понять женскую психологию. Чем вы тупее, тем у вас лучше получится все. Утраченные иллюзии – как в погоне за мечтой не упустить простое – семейное счастье. Надо адекватно оценивать свой рейтинг, потому что иногда у девушек некий рейтинг простой, как у Золушки, скажем так. А хотят они принца. Если девушка не мечтает о свадебном платье и принца на белом коне, значит, с ней точно что-то не так. Такой стереотип весьма распространен. Редко кому приходит в голову, что у девушки, возможно, совсем другие приоритеты в жизни. Как же получилось, что свадьбу мы стали воспринимать как вершину семейного счастья? Голливудские кинозвезды Том Круз и Кэти Холмс отметили свою свадьбу в средневековом замке под Римом. Это обошлось новобрачным в 3,5 миллиона долларов. Чуть более скромным было бракосочетание балерины Анастасии Волочковой с бизнесменом Игорем Вдовиным – всего полтора миллиона евро. Обе пары в итоге распались. Зато организаторы свадебных торжеств озолотились. В России свадебная индустрия стала развиваться в 90-е годы прошлого века. Окончательно рухнул железный занавес, и бывшим советским гражданам стали доступны прежде немыслимые товары и услуги. Перестройка открыла двери западному бизнесу, и наши люди начали жадно впитывать эту культуру. Но на поверку она оказалась циничной капиталистической акулой. Прежние ценности и устои начали называть презрительным словом «совок». Само собой подразумевалось, что всё новое и прогрессивное приходит к нам с Запада. Именно тогда в России появились первые эвент-компании. У нас сейчас огромное количество трендов, которые приходят с Запада и прочно оседают на нашу почву. И вот как раз свадебная индустрия, она тоже очень хорошо иллюстрирует это. Слово «эвент» в переводе означает «событие». Компаний, которые организуют праздничные и деловые мероприятия, постепенно становилось всё больше. И зарабатывали они, как правило, значительно больше, чем их западные коллеги. Если говорить о Европе, то там совершенно другая ситуация. Там достаточно скромные свадьбы. Там вся церемония состоит только из самого бракосочетания, из представления невесты и жениха, собственно, гостям, и какой-то маленький торт в виде угощения. На Западе стараются сэкономить на свадьбе, нежели потратить много денег. У нас наоборот. У нас душа русская, широкая. Нам нужно проявить собственную состоятельность, желание кого-то впечатлить вот такой богатой свадьбой, нежели реальные возможности. Люди зачастую берут кредиты, люди берут в долг деньги для того, чтобы организовать свадьбу, чтобы, что называется, было не стыдно. Но свадьба – это не только само торжество. Мужчина, принявший решение вступить в брак с любимой, должен быть готов к тому, что предстоят крупные расходы. Начинается все с помолвки, когда обязательно нужно помолвочное кольцо, желательно с бриллиантиком, и от какого-то определенного бренда. И это специальный ужин с приглашением, там, родителей для того, чтобы спросить руки их дочери. Если это с подготовкой непосредственно к свадьбе, то это платье определенного бренда, потому что в рекламе, в журналах модных мы видим, что рекламируются определенные дизайнеры, которые специализируются вот именно на каких-то волшебных свадебных платьях. Но это только вершина финансового айсберга. Торжеству нужно грамотно спланировать, платить организатору. Помещение, где будет проходить свадьба, необходимо красиво оформить. И еще одна статья расходов. Банкет? Предложим особое меню со свадебной наценкой. Хотите развлекаться? Любой фейерверк, любой аттракцион за ваши деньги. А где молодожены проведут медовый месяц? Платите и получайте любой тур куда угодно в самые экзотические места. В этом бизнесе, в бизнесе свадебном, участвует огромное количество людей, которые зарабатывают и на других бизнесах, но для них свадьба – это такой, знаете, постоянный и очень стабильный доход. То есть это флористы, это всевозможные визажисты, парикмахеры, стилисты, это организаторы свадьб. То есть на все идет определенная накрутка. И, конечно же, свадьба – это тот бизнес, который дает достаточно хороший доход их организаторам. Кто заставляет нас тратить на свадьбу с таким трудом накопленные деньги? Почему нам так хочется, чтобы все было как у людей? Откуда это желание соревноваться? Чья свадьба круче? Это, кстати, одна из самых больших проблем. Вот эти вот замечательные пышные свадьбы, чтобы было как у людей, не ударить лицом грязь. В принципе, я считаю, что это совершенно излишне. Тогда уж давайте развод точно так же праздновать торжественно. Развелись, молодцы. Собрали друзей. Как показывает опыт, ни одна роскошная свадьба не может стать гарантом счастливой и долгой супружеской жизни. Но зачем же тогда нужны все эти праздничные церемонии? Нами манипулируют и заставляют нас устраивать эти пышные свадьбы, затратные эти все свадьбы. Потому что они не нужны, в первую очередь, они не нужны тем, кто женится. Им нужно что? Им нужно наконец-то соединиться, уединиться, провести какую-то веселую праздничную ночь и побыть друг с другом. Если рассмотреть свадьбу, то это просто пьянка. Взять деревенскую свадьбу, да там все само собой организовывалось. Просто наварили самогон, гармошку пригласили и все. Новые, принесенные из Запада традиции. Тиражируемые образы дорогих и пышных свадеб. Фотографии, которые публикуют глянцевые журналы. Бесконечные рассказы, кто и сколько потратил на свадебное торжество. Что это, как не промывание мозгов? В итоге наш человек скорее влезет в долговую кабалу, чем откажет невесте в ее желании хоть один день в жизни побыть принцессой. Женские понятия о счастливой семейной жизни, конечно, оказались здорово искажены под влиянием западной идеологии. Не совсем корректно будет сравнивать бабушек, которые играли в тряпичные куклы, с их правнучками, которые играют в куклы Барби. Но вот это западное стремление к абсолютному совершенству снаружи и пустоте внутри, это разрушение для русского человека. Мы изначально другие, но оружие уже запущено. И опять через женщин. Технологии управления большими массами людей разработаны профессионалами и действуют прицельно. Нам сначала навязывают желания, а потом делают так, чтобы мы готовы были пойти на все, лишь бы их исполнить. Если есть возможность купить своей дочке куклу Барби, то почему этого не сделать? Что в этом плохого? Или если любимая женщина хочет накачать себе губы ботоксом, или сделать длинные красивые локоны, или брови наколоть, как у Брежнева. Тем более все ее подруги уже так сделали. Это модно? Значит, так надо? Нам постоянно внушают. Мы должны следовать эталону, моде, стандартам. Этой психологической обработке подвергаются и мужчины, и женщины. И только очень немногие задаются простым вопросом. А что же на самом деле нужно нам самим? Смотрите далее. Неравный брак. В чем причина наших семейных трагедий? Если копнуть губже и задать женщине реальный вопрос, почему ты живешь таким мужчиной? И что может заставить мужчину плакать? Маленькое или огромное чудо. И это чудо меняет всю его дальнейшую жизнь. Даст ист фантастиш. Стоит ли искать семейное счастье за пределами Родины? В Германии очень много извращенцев. Слезы могут позволить себе женщины. Эту истину нам внушают с детства. В утверждении мужчины никогда не плачут, есть доля правды. В мужском организме больше тестостерона, а он подавляет гормоны стресса и снижает потребность в слезах. Однако есть вещи, которые неизменно способны растрогать души мужчины. Судя по результатам социологических опросов, это рождение ребенка, победа любимой футбольной команды и песня в стиле шансо. Мужские слезы – вот настоящая драгоценность. Их называют скупыми. Считается, что в отличие от женских, они могут быть вызваны исключительно сильными и искренними чувствами. Рождение ребенка – это маленькое или огромное чудо. И это чудо меняет всю его дальнейшую жизнь. То есть он видит свое продолжение. Это слезы от вот этого чуда. Когда выигрывает футбольная команда, это тоже чудо. И это некое торжество справедливости, скажем так. Его команда же лучше, и она выиграла. Многие задаются вопросом – в чем секрет популярности шансона? Почему этот жанр так любим народом? Как этим песням удается выжать из глаз мужскую слезу? В русской классике есть большое количество произведений, которые учат зависимой любви, страданию. Смотрите, когда человек читает про страдание, у него появляются эмоции. Когда появляются эмоции, это произведение запоминается. А мы, в принципе, живем в какой-то степени ради того, чтобы чувствовать эмоции. Мы тогда чувствуем, что мы живем. Чем больше эмоций, тем ярче жизнь. Именно поэтому вот этот жанр шансон, ну, в каком-то степени процветает. Потому что он бодрит нервы. Но, с другой стороны, он учит страдать. Наши представления о жизни очень сильно расходятся с реальностью. Особенно у женщин, которые выстраивают картину мира, используя образы из глянцевых журналов и рекламы. И сами того не понимая, еще сильнее отталкивают мужчин от брака. Почему мужчины боятся брака? Они, женщины, боятся. По одной простой причине, что женщина может очень быстро опустить у мужчины его настроение, опустить его тонус. Вы оказываете власть на нас. Многие мужчины это не осознают. Но одним взглядом вы можете, допустим, увеличить какие-то биохимические процессы в нашем теле. Или, наоборот, снизить. С каждым новым поколением все больше стираются границы между мужским и женским началом. И вот последствия, не заметить которых просто невозможно. Женщины удивляются. Откуда вокруг так много слабых мужчин? Для многих женщин позиция сверху, некое условие доминирования, уверенность в себе за счет понижения значимости партнера является достаточно частой практикой. И если копнуть глубже и задать женщине реальный вопрос, почему ты живешь с таким мужчиной? Женщина ответит, что, вероятнее всего, ей вполне удобно. Да, она сетует и жалуется на то, что он слаб и не приносит денег. Но готова ли она заменить его, гипотетически, на мужчину более сильного и мощного? Как правило, это не так. Она не готова. Где же найти достойного партнера? И тут срабатывает стереотип. Хорошо там, где нас нет. Красивые слова, действительно, уважительное отношение мужчин к женщине со стороны иностранцев. Это все существует, но это все существует до брака. После брака вы становитесь полноценными партнерами. И здесь уже никто за вас не заплатит в кафе. И бывает зачастую, что и до брака это происходит. Иностранные мужчины, да, они достаточно галантны, они очень вежливы. Но это не значит, что в семейной жизни вы будете счастливы. Русские красавицы устремляются искать счастье за границей. Увы, в наше время у сказки про Золушку все чаще бывает печальный финал. В Германии очень много извращенцев. И он очень приличный в костюме и в галстуке, с виду семьянин. И говорит все очень четко, конкретно, понятно. Семья вроде бы с виду замечательная. Но это извращенцы. Я когда проводил там тренинги, вы не представляете, 90% женщин мне жаловались именно по этому вопросу. А с итальянцем это совершенно другой брак. То есть он занимается только собой. Во Франции у них брак более свободный. Просто свободный. Я француз, мне можно. Понимаете? Что же такое замужество, к которому так стремятся женщины? Прежде всего, это значит быть за своим мужем, за его спиной. Принимать его главенство. Считать мужское слово законом. Первенство у мужчин по праву рождения. С этим глупо спорить. И все попытки изменить положение вещей привели к тому, что мы сейчас видим. Сам институт брака оказался под угрозой. Прекрасные дамы охотятся за принцами, а сами растят маменькиных сынков. Вот к чему привело желание женщины руководить мужчиной. Как найти универсальный рецепт семейного счастья? Похоже, в России его знали всегда. Мои родители – это идеальный паттерн того, как нужно жить. Мучиться, терпеть друг друга, любить до бесконечности, проводить один другого. Все идеально. Хочется, знаешь, чтобы всю жизнь на конях, в двух седлах, и кони не старели, и мы. Домашний уют, любимая жена, дети. Все это нужно мужчине не меньше, чем женщине. Статистически доказано – женатые мужчины дольше живут. Да и женщины в большинстве своем уже начали понимать, что делают что-то не то. Принцев на всех не хватает, а семейного счастья хочется здесь и сейчас. Милые дамы, у мужчины ответственности во много раз больше в семье. Он вообще отвечает за все в семье. На мужчине обязанностей намного больше, а прав намного меньше. И вот этот диссонанс, который никак не регулируется, и законами, наверное, его даже невозможно отрегулировать. Это некий моральный должен быть, ну, эталон в обществе. Он именно и подрывает основы брака. Полководцы знают – в сражении, которое обесилило обе стороны, главное вовремя остановиться. Кто же первым прекратит навязанную человечеству бесконечную войну полов? Похоже, что мужчины готовы уступить эту роль женщине. Мужчина глобальный, ему хватает просто, чтобы о нем думали, как о самом крутом. Вот все остальное, если о нем думать, что он крутой, ему это хватает. Мир в доме – мир во вселенной. Каждый из нас – подобие мироздания. Только поняв это, мы придем к согласию между двумя половинами – мужской и женской. Мудрецы уверены – как бы ни менялся мир, мужчина и женщина будут всегда. Мужское начало становится источником физической силы, женское дает любовь. Для полноценного существования человечеству необходимы обе эти энергии. Я, Анна Чапман, открыла вам все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.